Важно понять, что такое блокчейн, что такое криптовалют. Я немножко хотела узнать, вы как владелец криптовалюты или вы майнер? Криптовалюты, майнинг, блокчейн, эти слова так плотно входят в нашу жизнь. Я сейчас нахожусь в лифте и еду на конференцию как раз таки по криптовалютам. Что такое криптокрым? Почему всех крымских IT-студентов свозят сегодня в МГУ Севастополя? И что происходит в Крыму при поддержке предпринимателей Крыма и Севастополя? Конечно, относительно криптовалюты, блокчейна. Алена Бордовская с вами из Крыма. Ну что, поехали узнаем? Так, вот я в здании МГУ. Мне дали какую-то программку. Ой, что-то тут происходит уже. В общем, программа такая. Нам сейчас расскажут, как это было. Биткоин, технология распределенного в реестр блокчейн. То есть, это нам историю расскажут. Потом введение в майнинг. Ой, у нас тут прям мастер-класс какой-то. Что такое, зачем это надо. И будущее блокчейн как технологии. Это у нас будет 8 часов, самое интересное, значит. Ну, ждем. МГУ прожить. Королев Сергеевич, заместитель филиалов. В общем-то, неожиданно, что столько много людей к нам пришло. Это очень приятно задавать вопросы. Почему филиалу МГУ это интересно? Все, наверное, знают. Может быть, кто не знают. Президентом России Владимира Владимировича Путина принята программа цифровой экономики. Как раз нацеленная на новые технологии. Эта же программа поддержана ректором МГУ. Виктором Антоновичем Садовничем. Такие технологии, как блокчейн, ребята, будут внедряться на новых факультетах МГУ. Как сквозной технологией. Потому что она не отдельная. Она может проходить из различных секторов экономики. И, опять же, это очень сильно влияет на нашу дальнейшую жизнь. Кстати, если я не ошибаюсь, то вот Сбербанк как раз-таки переходит на систему блокчейн. Сбербанк давно уже этим занимается. Даже давно, да. Была недавно новость проходила о том, что уже первая транзакция между Сбербанком и Акбабанком прошла на базе технологии блокчейна. То есть это уже как бы уже данность. Это уже, мы живем уже в этом. Какой партнер и спонсор? Ассоциация предпринимателей Республики Крым. Вот. Интересно. То есть я хочу сказать, что это официально от правительства. От государства. Да, да. Не просто здесь собрались те, кто хотят помайнить или еще что-то. Собрались именно люди. Аплодируем. Немножко поаплодируем. Сергей Сивансян. Духиин, евангелист, технический специалист из корпоративного IT мира. Уже благодаря тому, что у нас на руках есть вот такие девайсы. То есть это программированные устройства, на которых можно что-то сохранить. Скорее всего будет возможность передачи неких ценностей или же подтверждения того, что мы обменялись чем-то на электронном уровне. Сейчас у него большая ценность, но не благодаря банкам. Но не благодаря каким-то царям. Но не благодаря какому-то ФРС или некоторому органу, в котором я верю. А благодаря людям. Мы сами лично поверили в эту цифровую, неимоверную такую аморфную структуру. На данный момент вот эта капитализация. Я вам скажу, это не просто так. Это не просто такие циферки. Это обоснование того, насколько люди верят и насколько люди вкладывают своими собственными деньгами ради интереса, ради, так сказать, развития в данный момент технологии. У меня мужчина, ну, бывший военнослужащий, почему-то говорит, хорошо, я вот посоветуюсь со своим сыном. Ему 28 лет, жена у него экономист. И он сказал, папа, ни в коем случае не иди, то что. Это у нас еще, значит, криптовалюта государством нелегализированная. Поэтому ни в коем случае туда не иди, потому что это очень опасно. Я вам отвечу на ваш вопрос так. Он молодец. Не надо никуда, случайно не смотрите на что новое. Не берите в руки телефоны, за вами следят. Не звоните по телефону, за вами прослышат. Не ходите на улицу, за вами следят камеры. Я вам так скажу. Мы живем в неком другом мире сейчас. Но я вам скажу следующее. Когда уже очень много народа в этот ходит, когда люди доверят, может быть, стоит прислушаться, может быть, люди сделают что-нибудь интересное. Так, здесь такой кофе-брейк. Уже все смели. И я даже не думала, что здесь одни мужчины. В зале одни мужчины. Да, и я здесь. Да, встретила подписчиков, меня узнал. Я говорю, все, тогда я вас сейчас буду опрашивать. Да, задавайте все опрашивать. Вы кто? Майнер, владелец крипты. Евгений. Да. Я из Симферополя. Я когда-то участвовал в майне, но сейчас я просто владелец крипты. Кстати, сегодня хороший день. Сегодня приезжает мой кошелек Трозор. Я его наконец-то увижу. Это какой-то кошелек, да? Да, да, аппаратный кошелек очень крутой. Его клевый парень Артем привезет сегодня. А, короче, что-то классное случится у тебя сегодня. Я поздравляю. Я предприниматель частный, владелец самого пара Тартуга, 100 пара Завея, также в школу Баев. Но так случилось, что еще с детства я очень увлекался компьютерными играми. Еще тогда познакомился с Криптоэллом. Понятно. Я просто сейчас смотрю, как раз какая аудитория у тех, кто интересуется криптовалютой. Я вижу, что это студенты, я вижу, что это предприниматели. Я вижу, что здесь даже есть пенсионеры, которые задают вопросы, что это МММ и всякие танцы. Кстати, кстати, огонь, ты просто молодец. Сейчас все больше начинает намирать оборудование различного рода криптовалют на МММ, которые могут подорвать очень отношения людей к МММ. Это очень плохо. Это все связано с тем, что законодательство в сфере криптовалют нерегулируемое. Понятно. То есть здесь нужно изучать сферу и понимать. Здесь еще больше мужчин. В общем, криптовалютой интересуется в основном мужское население. Ну, правильно, они должны менять мир. Мужчин? Вышли где потише? Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вот так встанем, чтобы свет на нас падал. Всем привет. Да, представьтесь, как хорошо. Меня зовут Николай, мы блокчейн-студия, студия, которая ищет разработчиков по блокчейн-технологии. Да, Николай – это как раз организатор всей вот этой вечеринки, которая здесь сегодня происходит по поводу майнинга и криптовалюты. Так, у меня к вам один вопрос. Вот смотрите, я думала, что криптовалюта – это что-то незаконное. Незаконное, то есть что, ну, я думала, мы в здании МГУ, во-первых, на секундочку, МГУ, да, то есть при поддержке предпринимателей Крыма и города Севастополь. То есть я увидела, что это мероприятие, я поэтому и заинтересовалась. Я думала, вдруг нас так сейчас ФСБ повяжет. Нет, это, ну, обычная тема, она белая, чистая, потому что это P2P, это, ну, когда человек дает человеку что-то. Это вот то же самое биткоин. Ты пересылаешь биткоин другому человеку напрямую, без всяких регуляций и без всяких последников. Понятно. А возможность вот эту дает как раз блокчейн. Вот эта технология, которую мы хотим как блокчейн-студию развивать. То есть, получается, вы сейчас ищите разработчиков? Да, конечно. Вот, а я еще говорю, я глупая на психолога отучилась. Надо было на, получается, кого учиться? На программиста. Я всем сейчас рекомендую учиться на программиста, потому что государственные служащие, нефтепереработка, это все прошлое. Как говорят некоторые, я с этим немножко не согласен, типа блокчейн, это вторая нефть, или биткоин, вторая нефть. Это спорное выражение, но все учитесь на программистов. Он у меня, Ромыч, это как раз программист. Здравствуйте, Ромыч. Очень крутой. И Андрей. Очень приятно познакомиться, Ромыч. Очень приятно. И Андрей, очень хорошие программисты. Вы слышали такое выражение «Криптокрым»? Ну, слышал, да. И что вы думаете по поводу того, что на базе Севастополя хотят? Это интересно. Тут были ребята из фирмы «Консанс Олюшин», которые как раз делают песочницу, в которой будет проходить вот эта регуляция ICO, будет крипторубль выпущен. То есть это имеет место жить? Они имеют место жить в Севастополе. Именно в Севастополе ребята делают крутую вещь. Ой, я так рада, что я здесь живу с вами. Спасибо, приятно было познакомиться. Спасибо большое. Я левой рукой сегодня со всеми, потому что у меня в правой камере. Пока. Сейчас про майнинг. Говори микрофон, все слышно. Я сейчас сегодня буду рассказывать про майнинг. Я надеюсь, что вам это будет интересно. Я в свое время получил немного горький опыт майнинга в 2013 году, в 2012, в 2014. Я сейчас вам говорю, что на самом деле сейчас ситуация встает гораздо лучше. Ну что такое майнеры, я думаю, всем понятно. Кстати, у меня такой вопрос есть к вам. Кто-нибудь из этого зала майнит? Очень приятно у вас есть. А есть ли кто-то, кто хотел бы вложиться в майнинг или инвестируйте криптовалюту? Тоже хорошо. Я на самом деле думал, что у вас будет меньше, хотя вы не знаете эту вещь. Конкуренту, да? Притом мы делали проект майнинга на около 20 ферм дома. То есть была большая комната, был 24 этаж. Были два огромных окна с температурой минус 20 за окном. Какой этаж? 24. Отопление отопления. Какое отопление. И главное, была хорошая проводка, и больше ничего, хотя проводку мы все равно сожгли. Вернее, 4 запущи на 6. Зрители, майнинг, что-то расскажут. Но я сейчас майню сам на инвиди, потому что карта ПМД не свищешь, не свищешь, просто днем с огнем. Кое-что интересное, я вам что-то расскажу. Слушай, новый бизнес. Это биткоин. По информации моего проверенного источника будет пампиться до 25 тысяч долларов в феврале. То есть фактически можно, хоть не знаю, на 1000 рублей его сейчас купить, и потом просто будет всяко больше. Сейчас он стоит на 1017, наверное, всего. И за два месяца он запампится. Ну, скорее всего, он потом упадет, но по факту. Вот есть факт, что потом его можно будет продать. Так, следующая валюта – это эфириум. Ну, я ее выбрал, это вообще список от меня, чисто. То есть это не сайтов список. Что же будет дальше? Например, представьте, я покупаю квартиру в Москве. За 8 долларов рублей однушку. У меня есть выбор, я могу сдать 40 тысяч. Да. Но при этом я могу купить ферму за 200 тысяч, за 150 даже, если я из Китая все скажу, и получать 12 или 15 целых долларов в день. Получается, что если у меня ферма по цене квартиры, то у меня будет выгоднее, чем сильно. Но я же не знаю, что у меня будет дальше, поэтому я это пока не делаю. Наталья Бардулская хочет задать вопрос. Дайте, пожалуйста, микрофон. У меня немного такой интимный вопрос. Сколько в месяц, получается, ты майнишь по сумме, ну, в рублях, допустим, и выводишь ли ты эти деньги в рублях, или ты все оставляешь это в криптовалюте, чтобы она расслабилась? Я зарабатываю на майниках, кроме остальных дел, всего лишь 60-70 долларов в день. При этом я работаю в команде. Я не занимаюсь тем, что сейчас я получу, я продаю. У меня есть старый опыт, потому что если я все продам в первый день, то что у меня нет этих лайткоинов. Я отдаю деньги средствам брату, который занимается промоктрейдингом. То есть, ну, фактически, если я хочу, что я сделал, я поменяю все свои эфириумы на биткоин. И был очень рад, потому что сейчас курс эфириума биткоина снизился. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, представьтесь. Меня зовут Наталья Корыбкова. Я пенсионерка, но, как говорится, хочу жить именно в ногу. В ногу, да. Это важно понять, что такое блокчейн, что такое криптовалюта. Я удивилась, честно, извините, что я вас перебиваю, что вы знаете все эти понятия, что вы пришли сюда сегодня на форум. Я думала, может быть, вы преподаватель ЗМГУ. Нет. Нет? Абсолютно. Абсолютно. Ничего себе. Ну, и что самое интересное, я говорю, меня иногда даже удивляет, что вот молодые люди, которым нужно необходимо это знать, они это не интересуются. Я сначала мне говорю, ну, вот что такое криптовалюта, а чем ее можно подтвердить? Я говорю, а чем подтверждается, например, доллар? Доллар ведь он ничем не подтверждается, это просто бумажка. Но ею пользуются многие страны. А вот здесь я четко услышала ответ, что подтверждается тем, что люди доверяют, потому что это действительно будущее, что нельзя никуда деть эту цифровую валюту. Поэтому, конечно, очень приятно, что молодые ребята, которые здесь узнают вот это именно все, которые могут именно иметь разные профессии, профессии будущего. Я немножко хотела знать, вы как владелец криптовалюты, или вы майнер, или вы пока просто интересующийся, не определившийся. А вы знаете, я вам скажу, что мне хочется, конечно, иметь вот эту цифровую валюту, потому что я знаю, что вот, ну, майнеры, видите, здесь вот именно есть такие, которые много это делают. И можно это сделать совсем другим вариантом, когда вот работают с эфиром. Я знаю, что есть Виталий Коновалов, который разработал специальную систему, где может заработать буквально каждый человек именно так, как вы сказали. Имея всего-навсего несколько долларов, там, один, два, три или сколько, и начинать улучшать свою жизнь. Поэтому это очень важно. Поэтому вы пока определяетесь. Да, я определяюсь, я узнаю еще больше, но я утверждаю, что это действительно за этим стоит будущее. Можно я вам пожму руку? Просто спасибо. Потому что я пока сама не утверждаю, что за этим стоит будущее, но мне просто нравится, что вы все равно изучаете новые технологии, хотите понять молодежь, и хотите идти много со временем. Это очень важно. Спасибо. Спасибо, до свидания. Ну вот и все, ребята, я уже ухожу, ухожу пораньше, потому что у меня дома дела. Такая вот она интересная тема, крипто Крыма в Крыму, масло масляное, ну что же делать? Сейчас будет темно, за это сразу изоляю, извиняюсь. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Очередной ли это МММ или что-то новое, интересное? Напишите, пожалуйста, в комментариях, буду интересоваться, буду узнавать. Спасибо. Всем пока.